Здравствуйте! Моя звать Барат! Ооо, нравится! Рутборн Рейн! Говёная! При этом ещё и подтормаживает. Без фрапса в том числе. Вот можно тут поездить на самосвальчике. Ну, при врезании, естественно, хера и ничего не происходит. Ничего не мнётся. Чё-то он вообще не разгоняется-то особо. При этом диски у него гламурные, кстати говоря. Такие хромированные, отражается чё-то. Ну, впрочем, в современных играх это везде есть. Полигонов мало, текстуры говно. Всё, ну, модель нереальная, видимо. Это нереальная машина, потому что никакого шильдика, ничего нету. Чувак за руль даже не держится. Он так усилием воли управляет. Ну, видимо, немцы считают, что это нормальный как бы уровень. Так, можно выделить, выделить... Вот, выделяем трактор. Пиздец, конечно, трактор такой, ебать. Наши эти Т какие там, и то лучше. Ух ты! А как опустить эту хуйнюшку? О-о-о! Так. В пизду закопали просто нахуй. Ну а хули? Вау! Представляете, геометрия изменяемая. Ведь это всё делается за счёт полигонов, а тут... Это ж не так просто, на самом деле. Почему в играх сейчас нету нормальной такой вот физики, изменения всяких, чтобы снег, кучу? Это ж всё за счёт геометрии делается. И вот тут вот видно, как это стрёмно, хуёво в текущей реализации. Ну, тоже тут, понятно, не таланты это делают. А так... Немчура какая-то. Видимо, понаехала иммигранты за 600 евро в месяц. Работают там... Немцы, блядь, у них же Шумахер, у них Мерседесы, у них нахуй, блядь, Порше, Ауди. Чё там, БМВ нахер. И вот, а в играх вообще, ну, кризис вроде они сделали, молодцы. Но это, видимо, исключение, подтверждающее правила. Готику, по-моему, они делали, точно не уверен. Ну, Готик, к слову говоря, такой уж сверхигрой не является. Ну, в общем, конечно, это на реальность не особо похоже. Вот это вот толкание текстуры, блядь, вперёд. Как она пучит, блядь, её, а? Пиздец. Всё мы тут выделить не можем, это бета. Вернее, демо. Ну, вот такой трактор. Как его называют? Химатоши, химатоши. Хамитсу. Фишка этой игры, что здесь есть баггер 288. Кто не знает, это такая самая большая хуйня в мире. Экскаватор для добывания... Ебать, он заехал. То есть, прикиньте, он 10 тонн весит, блядь, и заехал, как вообще пиздец. Для добывания угля 250 метров в длину, 100 метров в высоту, 50 метров в ширину. 14 тысяч тонн весит, это 14 миллионов килограмм. Самое большое сооружение. Но есть ещё баггер 293, справедливости ради. Но почему-то баггер 288 более известен. Не знаю, в деме он и есть, попытаюсь найти. Так, сейчас пытаемся загрузить что-нибудь нахуй. А то хули. Ой, по-разному можно. Но это всё одна серия игр. Там, игр, всякие, Demolition Company, блядь. Симулятор скорой помощи, симулятор милиции. В итоге, я думаю, у немцев, текущее поколение, вырастет конкретных дебилоидов. Если они будут в такую хуету играть. Даже жаль их. Может быть, это на деньги государства всё делают. Потому что, кто в здравом уме такие игры будет выпускать, я не знаю. Может, это какой-нибудь пенсионер-мразматик с синдромом Дауна. Или там болезнь Альцгеймера, что-нибудь такое. И он думает, наверное, что это круто. Очки не протёр, смотрит. И думает, бля, как реально, пиздец. Это ж как реально, нахуй. Это ж один в один, бля. Вот. И он, короче, а у него деньги есть. И он там спонсирует всю эту хуету. Вот. И в итоге мы имеем то, что имеем. А ведь у немцев эти все игры, они популярны. То есть, если посмотреть количество просмотров подобных ебанутых игр, их зачастую достаточно дохуя. К примеру, по Demolition Company, ебучая такая тупая игра. Так там пиздец у него. Там, по-моему, чуть ли не миллион есть просмотров геймплея. Или что-то такое. То есть, вот этой хуеты, блядь. Так. Ух ты, там ещё джойстик. Возможно, ещё с джойстиком можно играть. Но я уж таким заморачиваться не буду. Но считаю, что игра совершенно недостойна чего-либо. Вообще, геймплей я пишу больше для немцев. А не как это, как лемминги, блядь. Сейчас игра выйдет. Но, правда, она уже в Германии вроде вышла. И они бросятся в YouTube смотреть. Чё как, блядь. И для них это видео будет очень важным. Жаль, я не говорю по-немецки. Шпилен. Шпих. Найн. Нойн цейн. Вообще, как Человек-паук, блядь, держится, а. Смотрите нах. Хуй на рыло, опрокинется, блядь. Сейчас попытаемся полностью... Полностью вертикально встать. Ну, насколько возможно. Ну да, тут не получится полностью. При этом даже какие-то динамические тени есть. Но игра, конечно, пиздец просто. Это просто пиздец. Здесь вот еще есть какая-то техника, но ее нельзя пока что выбрать. То есть вот карьер. Конечно, унылое говно. Я вообще не знаю, кто вот играет. Может, это симулятор для рабочих. Реально вот. Их сначала учат в эту хуйню. Вот так вот делать. Потому что, возможно, у них поколение совсем дебилов. И для них это имеет какое-то значение. Пиздец. Пиздец, тут деревья. Я вообще просто полным ахуе. Так. Вот они вот такие вот деревья. Здравствуй, 2000 год максимум. При этом, чем отличается от Demolition Company, то есть тут ломать нельзя. В Demolition Company можно было бы вот так вот раз и расхуярить. А тут просто в текстуру входит и все. Ну ладно, короче, чем игра для полных кретинов. И, конечно, в Тянском море. Редактор субтитров над тем, что мы можем ееolfить. Нет, я ух워. Я